Во Владивостоке есть две муниципальные спортивные школы, где можно проявить себя в фехтовании. В прошлом выпуске программы «На спорте» мы попробовали фехтование на рапирах в спортшколе «Бастион». В этот раз мы поговорим о спортивной школе «Русич». Я уже владею основами фехтования на рапирах, но сегодня мне предстоит задачка пострашнее – бой на шпагах. Основное различие двух видов спорта заключается в том, что если на рапирах вы можете поразить только корпус, на шпагах в вашем преимуществе все тело. Меня уже переодели. Форма для фехтования на шпагах ничем не отличается от рапирах. Только сегодня мне дали, вот послушайте, вот такую вот защиту пластиковую, потому что на шпагах куда больнее и куда опаснее бороться. Я так понимаю, что шпаги, они как-то потяжелее, да? Да. Ну как, если мы говорим о профессиональном оружии, которое используют на мировых соревнованиях, на олимпийских, они сведены до такого минимума по весу, потому что разница почти не ощущается. У нас тут вот клубное снаряжение, с которым мы работаем, оно, понятное дело, ощутимо. Вот. Ну да, шпага, да, тяжелее, тяжелее оборудовать, но у нас на то и есть такой, скажем так, принцип, по которому рапиристы держат оружие тремя пальцами, работают. Ага. А шпажисту допускаются работать кистью. По нанесению уколов, какие вот есть фишки именно на шпагах? Фишки? Я думаю, вот, опять же, отличное от рапиры, то, что не нужно дожидаться каких-то действий, каких-то стуков по клинку и так далее, каких-то аваритетов атаки. Тут, кто первый уколов, тот и прав. То есть, если условно, даже я изо всех сил несусь, показываю свою атаку, какой я очень быстрый крутой, меня остановит любой даже случайный укол сюда. Это точное различие рапиры от шпаги. Это вот то, что шпага, она трехгранная, а рапира четырехгранная. Как так вот влияют эти грани и на что они влияют? Развесокное оружие, его способность к сгибанию, его, скажем, тоже так же влияет на надежность. Как по мне, трехгранное сечение куда более надежное, поскольку у нас клинок, в основном, сгибается вниз, и грань, выходящая тоже вниз, под углом, она обеспечивает, так или иначе, большую надежность, чем просто прямая. Соревнования фехтований на шпагах проводятся с использованием электрофиксатора. Электрическое оружие с помощью специального провода, проходящего под курткой спортсмена, крепится к прибору, фиксирующему уколы и к гарде, на который прикреплен разъем тройник для шнура. Аппарат фиксирует все удары, кроме нанесенных на электропроводящий дорожку и гарду. Также запрещены удары в затылок. Повторение – мать учения. Перед испытанием шпагой нужно пройти базовую подготовку вновь. Все, я надела шлем, сейчас я сидела. Подогреть. Все. Мне сказали вот так вот проверять. Ну, не спадает вроде. Достаточно тяжелый, особо ничего не слышу. Я будто в космосе. Всем привет! Как там Гагарин говорил? Поехали? Поехали! Поехали. Поехали. Поехали! Я боялась, что я покалечивала человека, но честно, я думала, что это мне будет страшно. Нет, мне не страшно, у меня адреналин, у меня шок. И на шпагах намного интереснее, возможно, из-за своей неопытности. Я не раскусила и не поняла рапиры, но шпага намного интереснее, намного быстрее. Фехтование – интересный и будоражащий вид спорта, однако не сильно популярный во Владивостоке, но люди, которые его выбрали, влюблены всей душой. Почему это интересный вид спорта? Почему не только детям? Почему взрослым можно выбрать фехтование и почему их это обязательно заинтересует? Фехтование сегодня – это современный вид спорта, это интересный вид спорта, это вид спорта единственный в мире, который обслуживается судьями на французском языке, это романтика. Я уже настолько не поверхностно фехтовании, что для меня все, что связано с фехтованием – это просто бомба, это кайф. Для меня фехтование – это вся жизнь. Я как впервые пришел, сразу же сделал для себя выбор и следую за этим. Тут невозможно оценить, что это конкретно для меня. Для меня это все. Я и работаю в этой сфере. Все увлечения, связанные с фехтованием, дали очень глубокий опечаток в моей жизни, от которого я уже не отойду и как бы не сильно мне этого и хочется. В нашей спортивной школе Русич один за всех и все за одного! Попробовав на себе бои и на рапирах, и на шпагах, могу сказать одно – этот вид спорта не только про дисциплину и стратегическое мышление, это больше про борьбу со своими страхами и силу духа. И очень круто, что во Владивостоке каждый желающий может попробовать фехтование на себе. Будьте на спорте!